МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы проехались по южной стороне города, по северу. В целом, могу сказать, что дороги почищены. Глава округа проверил, как коммунальщики справляются с последствиями снегопада. Это история моей страны, история моей семьи, которую обязательно знать. Школьников проверили на знание истории Великой Отечественной войны. Мы пытаемся привлечь внимание к проблеме раздельного сбора мусора. В Люберцах состоялась экологическая акция «Школа утилизации электроника». Тренировки проходят замечательно. Каждую среду в 6 утра. О хоккейном матче между командами из Люберец и Жуковского смотрите в выпуске. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Главе муниципалитета отчитались в проделанной работе руководители структурных подразделений, начальники силовых ведомств и представители экстренных служб. С докладами спикеров ознакомилась и наша съемочная группа. Около двух тысяч обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшие недели. На территории обслуживания ведомства зарегистрировано 302 происшествия. Совершено 26 преступлений. Два убийства, 11 краж, в том числе две квартиры, 8 фактов изъятия наркотических веществ, 4 мошенничества. Зарегистрировано также 214 дорожных транспортных происшествий, 6 пострадалов, погибших нет. Оперативная сводка спасателей на этот раз порадовала. Неделя прошла без пожаровой происшествий, а коммунальщикам пришлось ликвидировать несколько внештатных ситуаций, связанных с подачей горячей воды в МКД. В связи со скачками электроснабжения был перезапуск насосов горячего водоснабжения, что вызвало прирост поступления обращений граждан. Проблематика уже устранена. Управляющие подрядные организации, в свою очередь, боролись с первыми обильными снегопадами. Ежедневно на работах по содержанию городских и дворовых территорий было привлечено 113 единиц спецтехники и более 1200 сотрудников. Сотрудниками административно-технической комиссии по городскому кругу Люберцы вынесено два постановления на общую сумму 6 тысяч рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора, одно постановление на сумму 50 тысяч рублей за ненадлежащее содержание территории. С помощью фиксации фотоловушек два постановления на сумму 2000 рублей за незаконный сброс мусора. В проделанной работе отчитались сотрудники управления дорожного хозяйства, представители экстренных служб и здравоохранения. Участники совещания ознакомились с обращениями и жалобами жителей, а также узнали о последних спортивных победах Люберчан. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В ночь на понедельник регион накрыл сильный снегопад. С утра Москва и Московская область встали в многокилометровых пробках. Как коммунальные службы Люберец справляются с уборкой улиц и автомобильных дорог, проверил глава округа Владимир Ружицкий. Эстакады на Комсомольском проспекте. Лестница занесена снегом. Если наверх подняться можно, то вниз безопаснее съехать по ней. На самой эстакаде картина тоже неутешительная. Проезжая часть уже укатана автомобилями, а тротуары по-прежнему занесены снегом. Если почистим, обязательно сегодня будет уже чисто. До утра здесь будет чисто. Мне понятно, но когда люди затопчут, это уже будет другая история. Надо сразу. Да, просто утром идут все на работу. На приведении в порядок лестницы и тротуаров на эстакаде сутки. На проспекте Победы подойти к остановке сложно. Выйти из общественного транспорта, не поскользнувшись, невозможно. Протоптанные пешеходами тропинки превратились в жижу. На время проведения проверки вычищенными оказались пешеходные дорожки на улицах Войнов-Интернационалистов и Митрофанова. Мы проехались по южной стороне города, по северу. В целом, могу сказать, что дороги почищены. Другое дело, что они везде в нормальном, нормативном состоянии тротуары. И я об этом своим коллегам говорю. И здесь необходимо приложить усилия. Уборку снега в Люберцах проводят пять подрядных организаций. Люберецкая ДЭП и Объединенный комбинат благоустройства и ЖКХ. О заснеженных дворах, улицах и остановках жители также могут сообщать в социальной сети администрации и главы городского округа. Луиза Игиазарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Совместная работа по пресечению выброса мусора в неположенном месте. Инспекторы Госадомтехнадзора, сотрудники полиции и территориального управления Малаховка-Краскова провели профилактический рейд. Они устроили засаду на территории, где чаще всего нарушают правила чистоты. Подробности в сюжете. Этот участок придомовой территории на пересечении улиц Южная и Гоголя долгое время был местом сбора мусора. Местные жители и сейчас не прочь оставлять здесь бытовые отходы. Даже несмотря на то, что контейнера уже нет. Не надо меня снимать. Стойте, стойте. Свой поступок местные жители объясняют тем, что добираться до ближайшего контейнера на Советской улице слишком долго. Поэтому они оставляют мусор там, где привыкли. Очень далеко. Я не пойду туда. Мне 70 лет. Снегу будет вот так. Я буду идти с пакетиком туда? Нет, это исключено. Поставить обратно контейнер. Будет чистота и порядок. Но с этим категорически не согласен собственник ближайшего дома. Мусорный бак убрали по его требованию. Теперь вместо ожидаемой чистоты у него под окнами несанкционированная свалка. Это незаконно, во-первых. Здесь вот смотрите, газовый колодец, да? Вот на этот газовый колодец навален мусор. Это газовый колодец только за этот год завалили два раза. Это мало того, что это опасно, это незаконно и во всех отношениях. Если жители домов, ближайших домов соберут подписи на то, чтобы установить здесь контейнерную площадку, будем пробовать выходить на связь с жителем, где стоял бункер, для того, чтобы вернуть его на место. Организовать здесь полноценную контейнерную площадку, соответствующую нормативам. Пока сотрудники администрации будут искать пути решения проблемы, жителям поселка стоит помнить, что за выброс мусора в неположенном месте существует штраф от одной до двух тысяч рублей. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа Люберцы состоялись публичные слушания о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Основные статьи расхода в нашем сюжете. Проект решения Совета депутатов городского округа Люберцы о бюджете на 2022 и плановый период 2023-2024 годов основан на прогнозе социально-экономического развития, основных направлениях бюджетной, налоговой политики и муниципальных программах. Планируемые доходы на 2022 год составят более 12,5 миллиардов рублей. При распределении средств важно обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета округа. Муниципальная программа образования предусматривает средства в сумме 7 миллиардов 579 миллионов рублей или 112 процентов к 2021 году. Это выполнение муниципального задания и содержания наших образовательных учреждений 6 миллиардов 325 миллионов, проведение ремонтных работ 306 миллионов. Более 1 миллиарда рублей выделят на развитие культуры и спорта в 2022 году. На социальную защиту населения предусмотрено более 200 миллионов рублей. Продолжится финансирование сельскохозяйственных, экологических программ, ремонта дорог и благоустройства округа. С отдельным предложением выступил депутат Василий Бызов. Я сейчас попросил слово не только как депутацию, это депутату городского округа Люберцы, но и как руководитель Люберецкого отделения «Дети войны». И наша организация в прошлом году, скорее всего, выступила с инициативой о создании и установке памятника поколению детей войны в Люберцах. Первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарева отметила, что у «Вечного огня» уже установлен единый памятник всем участникам войны. Поэтому я считаю, что данный вопрос требует дополнительной проработки, а такой памятник и мемориал в городском округе Люберцы есть. На публичных слушаниях народные избранники Люберец рассмотрели все поставленные вопросы и утвердили проект бюджета. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В следующем году в микрорайоне Зенина откроется новая поликлиника. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход строительных работ. Ну что, у нас все по плану, Владимир Петрович. Здесь полконтур закрыт, работа ведется в полном объеме. В Зенина проживает около 40 тысяч жителей. В основном это молодые семьи с детьми. Инфраструктура микрорайона активно развивается. В следующем году здесь появится собственная поликлиника. Сегодня я понимаю, что есть такой дискомфорт, потому что людям сегодня приходится, особенно с детьми, ездить в поликлиники в центр города Люберца, либо, мы говорим, на Красную горку. Ну, я думаю, через год все изменится. Сейчас на стройке трудится более 150 человек. Работы по возведению основного здания поликлиники завершены. В настоящий момент ведется монтаж теплового пункта. Ведутся работы по устройству отопления, вентиляции. Приступили к инженерной разводке по слаботочке и электрике. Также ведем наружные сети для опуска тепла. До Нового года планируется подключение тепловых сетей. Затем строители приступят к отделочным работам. Количество рабочих увеличат до 300. Параллельно завершаем работы по монтажу фундамента подстанции скорой помощи. И планируем, что ввод одного и второго, соответственно, здания будет осуществлен в будущем году одновременно. И откроем сразу и поликлинику, и подстанцию. Подстанция скорой помощи рассчитана на четыре бригады. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2022 года. Но работы идут с опережением графика. И, вероятно, уже в третьем квартале следующего года новая поликлиника и скорая будут доступны жителям Зенина. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А волонтерами не рождаются, ими становятся по велению души. В преддверии Международного дня добровольца глава городского округа встретился со студентами Московского областного медицинского колледжа. В городском округе Люберцы более 300 студентов медицинского колледжа находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Каждый день они помогают спасать жизни людей, оказывают им всестороннюю поддержку. У всех мечты детской сбываются. Но мы именно та категория наших сограждан, именно, наверное, в целом людей, чья детская мечта сбылась. Дарья Малафейкина с детства мечтает стать медицинской сестрой хирургического отделения. Волонтерством занимается со второго курса. Вместе с другими студентами девушка помогала и до сих пор помогает лечебно-профилактическим учреждениям Люберец. Медики, они просто не справляются с таким объёмом работы самостоятельно, потому что людей приходит очень много на вакцинацию. И чисто физически всё это в день, день, в день успеть они просто не могут. Поэтому они призвали нас на помощь в поликлинике. От этой помощи становится на душе ещё легче от того, что ты приносишь пользу. За чашкой чая глава округа пообщался со студентами и ответил на их вопросы. В заключение встречи Владимир Ужицкий вручил студентам-активистам благодарственные письма и памятные подарки. Чтобы совершать добрые поступки, не обязательно быть студентом медицинского колледжа. Волонтером может стать каждый. В честь Международного дня инвалидов в парке «Наташинские пруды» организовали праздничное мероприятие. В нём приняли участие семьи, в которых есть дети с особенностями развития. Не унывай, что ещё на счастье надо. В «Наташинском парке» весёлая музыка, танцы, мастер-классы и много счастливых детей. Главный слоган мероприятия – «Ты не один». Детей с ограниченными возможностями здоровья поддержало сообщество «Мама офлайн». Эти мероприятия мы хотим показать, что те, кто стал, скажем так, в особенной ситуации, мы готовы поддержать, мы готовы протянуть руку. Это у нас не первое благотворительное мероприятие, где мы помогаем. Мы помогаем не только, скажем так, морально, но и стараемся помогать материальным. Организация «Мама офлайн» 8 лет занимается благотворительностью. Символом праздника стал цветик-семицветик. На его лепестках ребята писали пожелания детям с особенностями развития. Мы просто вспомнили сказку, нашу добрую русскую сказку, которая про девочку Женю, которая последний лепесточек отдала своему другу, который болел и не ходил. В итоге ее желание сбылось, и он пошел. И мы тоже хотим, чтобы все детки были здоровы. Я увидела в Инстаграм рекламу, что будет праздник, зарегистрировались и пришли. Весело, красочно, понравилось. Детям подарили трафареты, мелкому подарили пазлы, карандаши. Отлично, отношусь. Будем вечером рисовать. Чтобы творить добро, не обязательно иметь волшебный цветок. Достаточно быть чутким и внимательным к окружающим. В Люберецком округе проживают более тысячи детей-инвалидов. И важно их поддерживать, чтобы знали, они не одиноки. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберцы присоединились к международному проекту «Большая история». Школьники городского округа приняли участие в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Это мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления под Москвой. Вероника Воронина – призер регионального этапа школьной олимпиады по истории. Тему Великой Отечественной войны ученица 10-го класса считает самой интересной. В прошлом году она участвовала в проекте «Диктант Победы». Тогда девушке удалось выявить пробелы в знаниях. Теперь, устранив их, школьница пишет еще один тест, посвященный событиям 41-45-го годов. Это история моей страны, история моей семьи, которую обязательно знать. И для нашего возраста, для 10-го класса, это уже просто не очень корректно, скажем, не знать такие события, такие даты. Поэтому стараюсь вылужиться на максимуме. К примеру Вероники последовали более 100 учеников 44-й гимназии. А во всем городском округе в этой акции приняли участие более полутора тысяч школьников. Тест содержит 30 вопросов. На каждой из них предложено 4 варианта ответа. Это составлял институт при МГУ по Великой Отечественной войне. Задания чуть такие специфичные. Но рассчитан на школьников средних классов. Также на студентов первых и вторых курсов. И у нас, как раз, помимо школ, также принимают участие в этом тестировании студенты техникумов и вузов. Результаты тестирования поступят для обработки в аппарат молодежного парламента области. Участники, которые дадут максимальное количество верных ответов, получат именные сертификаты. Окончательное подведение итогов состоится в конце декабря. В администрации городского округа состоялось плановое заседание местного отделения «Единой России». Члены партии рассмотрели все поставленные вопросы. Подробнее в нашем сюжете. Партия «Единая Россия» получила более 13 тысяч наказов от избирателей. Основные направления – городская среда, дороги и транспорт, ЖКХ, здравоохранение, культура, образование, социальная поддержка. Все эти наказы мы должны воплотить в жизнь. Поэтому есть предложение сформировать рабочую группу по реализации вот этих социально значимых инициатив наказов избирателей. В комиссию по реализации наказов вошли 24 члена партии, среди которых глава округа Владимир Ружицкий, его первый заместитель Ирина Назарева и три депутата Московской областной думы. Я могу сказать нашему городскому кругу повезло, что по сути на свежей день из 50 депутатов областной думы три депутата. Люберец Лидия Николаевна, Игорь Валерьевич, Дмитрий Валентинович, люди с опытом. Я думаю, что это будет такой локомотив по решению тех вопросов, которые люди нам высказали. Также члены Политсовета поддержали назначение Ашота Маргаряна на должность руководителя местной общественной приемной партии «Единая Россия». Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В музейно-выставочном комплексе завершилась выставка «Экология сознания». Мои коллеги побывали на закрытии и успели приобщиться к современному искусству. Для Натальи провинция это не первая выставка на тему экологии. В качестве материала она использует осколки зеркал. Ее беспокоит загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами. Наталья убеждена – начинать нужно с себя. Здесь раскрыта тема не только экологии как таковой, но и взаимосвязи с сознанием человека. Как человек, его внутреннее состояние влияет на окружающую нас природу. Как его проблемы внутренние, нерешенные, создают проблемы во внешнем мире и влияют в конечном итоге на мироздание. На выставке представлены работы люберецкой художницы Екатерины Волошиной. Она работает в технике «Масляная живопись». С декабря 2020 года является членом Международной академии современного искусства. А в этом году окончила Московскую академию арт-терапии, что отразилось в ее картинах. В нашей жизни очень много сейчас информации. Буквально она везде вокруг. То есть мы все время там с планшетами, телефонами, с телевизорами, компьютерами. Мы забываем о том, кто мы такие. То есть, да, мы перестаем чувствовать, а наше ли это желание. В экспозиции «Экология сознания» участвовали художники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Белгорода. Завершил выставку «Экологический перформанс». Экологический перформанс отражает связь природы и космоса. Он заставляет человека немного задуматься о своей роли в мироздании, о том, насколько человек случайен на самом деле в космосе. Экологические проблемы нашли отклик в работах современных художников. Через их творчество удастся донести важность сохранения окружающей среды. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла экологическая акция «Школа утилизации электроника». Любой желающий мог сдать бесплатно старую технику и тем самым помочь окружающей среде. В современном мире особое место занимают проблемы экологии. Важно с детства приучать людей к правильному распределению ресурсов. Жители Люберц приняли участие в экологической акции по сдаче старой техники. Это очень важно, чтобы окружающая среда не засорялась, чтобы небо было голубым, а не серым, задымленным. Чтобы в океанах не плавали стаканчики пластиковые, чтобы природа не пострадала. Арина Демина вместе с другими ребятами принесли на утилизацию компьютерные клавиатуры, телевизоры, мониторы, пылесос. Города Московской области не первый год соревнуются в количестве собранной техники. В прошлом году Люберецкий округ занял первое место. Была отправлена на переработку 31 тонна вторсырья. В этом году уже собрали 28. Вот подобных элементов этой электроники в каждом доме, хозяйстве, даже в руках остается. Что с этим делать? То ли взять и выбросить. И это приводит к вопросам в плане экологии. Сегодня в области проводится марафон по приему сдачи электроники. Собранную технику разберут на пластик, элементы из цветных металлов и микросхемы. Остатки спрессуют и отправят на дальнейшую переработку. Из полученного сырья произведут новую технику. Мы пытаемся привлечь внимание к проблеме раздельного сбора мусора. Мы проводим лекции в садиках, в школах о том, что это такое. Как надо правильно и грамотно разделять, сортировать мусор. Период распада, например, батарейки составляет от 110 до 200 лет. Период распада пластика составляет 400 лет. Экологическая акция «Школа утилизации электроника» популярна в округе. В течение года около 3000 люберчан утилизировали старую технику верным способом. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Первая персональная выставка «Международный день художника». Выпускница Российской академии живописи, вояния и зодчества Ильи Глазунова Вера Федоренкова презентовала свои работы в музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы. Среди тех, кто первым оценил картины молодой художницы, оказались и мы. В этом зале звучание не только живой музыки, но и природы. Так Вера Федоренкова назвала свою первую персональную выставку. В музейно-выставочном комплексе она представила на суд зрителей 40 лучших работ, созданных в разные периоды творческой жизни. Всего у молодой художницы более 300 картин. Одна из них, копия Ильи Репина, портрет Льва Толстого, находится в музее-усадьбе Ясная Поляна. Есть такой стереотип, что художник, он как бы всегда бедный, как бы несчастный, но там как монах, как бы слушает свои идеи. Но вот я как бы, несмотря на все это, все-таки рискнула, пошла, вот закончила колледж. Художественный. И далее 6 лет Академии. Дебютная выставка собрала в Люберецкой картинной галерее настоящих ценителей и знатоков искусства. Мастерство живописца подчеркнули старшие коллеги и наставники. И в то же время дали полезные советы. Не останавливаться на достигнутом. Нужно переходить к более серьезному и сложному жанру. А более серьезный и сложный жанр – это историческая картина. Потому что пейзаж – это хорошо, это то, что можно природой позаимствовать. Естественно, переработать, естественно, вложить душу. Но вот историческая картина – это то, что уже нигде и никогда не увидишь. Увидеть красоту и многогранность природы глазами Веры Федоренковой можно до 10 января. Посетителям выставки предлагают принять участие в интернет-розыгрыше и получить этюд в подарок от художника. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В парке «Наташинские пруды» в рамках губернаторского проекта Московской области «Зима в Подмосковье» открылась резиденция Деда Мороза. Дорогие друзья, в новом году я желаю всем крепкого здоровья, хорошего иммунитета и, конечно, счастья, благополучия. Пусть исполняются все ваши желания и мечты. Любой желающий может пообщаться с главным волшебником зимы и отправить письмо в Великий Устюг. Резиденция Деда Мороза располагается непосредственно в Наташинском парке, в большом деревянном домике, где будут у нас проходить мастер-классы. Организована фотозона, елочка. Мастер-классы будут проходить абсолютно в разных тематиках. В основном, естественно, это будут новогодние зимние поделки. Это будут и аппликации, и живопись, и робототехника, и роспись баллончиками. Всего в округе откроется 9 резиденций Деда Мороза, 16 новогодних мастерских и 41 почта. С расписанием работы можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Люберцы. В Люберцах появится еще одно место притяжения жителей и гостей округа. В парке Наташинские пруды строят открытый каток. Работы уже на завершающей стадии. Когда можно будет опробовать новый лед, узнал наш корреспондент. Массовое катание, хоккей, занятия с тренерами. Совсем скоро на этом месте закипит спортивная жизнь. А пока здесь только строительная техника наводит последние штрихи перед заливкой катка. Площадь катка 60 на 30 метров. При его строительстве используют инновационные технологии. Искусственный лед даст возможность кататься при любой погоде, даже если столбики термометров поднимутся до отметки «плюс». Подобных сооружений в Подмосковье всего 10. Мы уже на этапе окончания. Вот мы в течение пяти дней заливаем лед и все будет готово. Четырех-пяти дней. Я считаю, что будет очень оживлено здесь. Мы планируем даже большой общепит, большую зону общепита. У нас можно будет покушать, погреться, когда сеанс будет завершен для очистки льда. Вокруг катка построят всю необходимую инфраструктуру. Теплые раздевалки, трибуны на 192 посадочных места, туалетные модули и систему контроля управления доступом на ледовую арену. А для создания праздничного настроения новогоднее оформление и елка. Мы вошли в программу губернатора, где были нам выделены областные деньги, наши местные. И мы, по сути, в складчину вот такое удовольствие сегодня, по сути, построили. Каток будет обслуживать и взрослых, и детей абсолютно бесплатно. Заплатить придется только за прокат коньков, если нет своих. В помощь новичкам профессиональные инструкторы, которые обучат первым шагам на льду. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Томилине на ледовой арене «Зенит» состоялся хоккейный матч между командами из Люберец и Жуковского. За хоккеистов болели мои коллеги. Люберецкая хоккейная команда «Феникс» сформировалась в этом году. Чемпионат ночная хоккейная лига для спортсменов не первый. В сентябре они одержали победу в турнире на Кубе главы городского округа Люберцы. Идея, она, в общем-то, родилась сама по себе. Мы приходили, играли на ледовой площадке, в общем-то, как друг друга еще не знали. В процессе тренировок и игр познакомились немножечко. И, в общем-то, Андрей Николаевич Сыров предложил, давайте сделаем команду. Здесь нет профессиональных хоккеистов. Участники команды собрались из разных сфер. Например, заместитель главы Люберец Андрей Сыров занимается хоккеем первый год. Тренировки проходят замечательно. Каждую среду в 6 утра. Тот вид спорта, который мобилизуют все лучшие качества мужские. Это напор, энергия, настойчивость. Хоккей здесь, конечно, любительский абсолютно. Здесь свои абсолютно законы, свои правила и свои, скажем так, установки, которые приходится давать на игру. Мы рассчитываем войти в тройку сильнейших. Это даже для нас, в общем-то, не является каким-то великим достижением. А так первое место хотелось бы занять. Девиз команды «Мы горим, когда играем, ставим цель и побеждаем» оправдал себя. В матче с хоккейной командой Жуковского «Белая стрела» наши спортсмены одержали победу со счетом 11-1. Сейчас в таблице турнира «Феникс» на втором месте. Из четырех игр наши хоккеисты выиграли три. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Городской округ Люберцы вновь принял у себя спортсменов со всей Московской области. В триумфе прошло открытое первенство по «Чирспорту». В соревнованиях приняло участие более 30 команд. За их зрелищными выступлениями наблюдали мои коллеги. В уходящем году в мире чирлидинга произошло важное событие. Этот вид спорта официально признали олимпийским. И без того популярное направление стало еще более востребованным. В одном только городском округе Люберцы открыто 15 клубов по «Чирспорту», в которых занимается около 600 детей. Федерация полностью покрывает расходы на инвентарь спортивный. Родителям не надо приобретать маты, не нужно тратить свои деньги на, например, утяжелители, которые также немаловажны. Поэтому Федерация с очень большим трепетом относится к своим детям. И в том числе, возможно, даже костюмы можно будет приобрести за счет Федерации. На открытом первенстве в честь городского округа Люберцы отстаивали 10 команд. Всего же на спортивные состязания приехали дети из 11 муниципалитетов Подмосковья, а также из Москвы. Общее количество участников – 500 человек. Будем стараться и надеемся только на победу. Надеемся только на победу, зависит все от нас. Мы будем поднимать человека, подкидывать, крутить. Трюки разные делать. Но чирлидинг – это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Энергичные спортивные танцы сочетают в себе элементы акробатики, гимнастики и хореографии. Выступления юных спортсменов распределили по нескольким номинациям и возрастным группам. В каждой из них определился сильнейший. В Люберцах открылась ногтевая студия, которая работает в круглосуточном режиме. Это первый и пока единственный салон в городском округе, где оказывают подобную услугу. С любительницами делать ночной маникюр познакомилась моя коллега. Я вообще очень привередливый человек к маникюру, потому что все-таки химические средства, которыми убирается квартира с тремя детьми, они портят ногти. Открытие такого салона жительница-люберец Анна Мезина ждала давно. И не только потому, что доверяет свои ногти далеко не каждому мастеру. Для мамы троих детей поход на бьюти-процедуры – целая проблема. Теперь приводить в порядок ногти можно в любое удобное время. Даже ночью. Можно и уложить их спать, и оставить их с мужем, приехать в салон непосредственно и сделать себе красивые ногти. Впрочем, детей можно смело брать с собой. Пока мама будет наводить красоту, они найдут себе занятие в игровой комнате. Это еще одно новшество, которое отличает этот салон от других – максимальная забота о комфорте клиента. Проанализировав потребности в нашем городе, все-таки в сфере индустрии красоты, пришли к мнению, что в нашем городе не хватает такого салона, который готов принять своих клиентов 24 часа. Все сотрудники готовы выйти в любое удобное для вас время, подстроиться под вас, показать полный комплекс услуг, 4 либо 8 рук, чтобы это сократило ваше время, и вы могли более компактно, в более удобное для вас время привести себя в порядок, быть как обычно красавицей. В новый салон можно прийти не только на маникюр и педикюр. Здесь работают мастера по перманентному макияжу, ламинированию ресниц и бровей, а также визажисты. Одним словом, полный комплекс красоты в любое время суток. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин